Принципиально не вывозят крупногабаритный мусор. Это главная претензия к региональному оператору от жителей сразу нескольких многоквартирных домов. Мусор, говорят они, пылился на контейнерной площадке не неделю или две, а в районе месяца. За дело взялся региональный УФАС. Мы полагали, что все-таки вот такое вот поведение Экопронска свидетельствует о том, что он злоупотребляет доминирующим положением. Потому что не каждый, не вывоз, скажем, мусора является нарушением антимонопольного законодательства. В антимонопольной службе Экопронск оправдывался тем, что мусор этот не крупногабаритный, а строительный. Потому, мол, пусть жители и идут и заключают контракты со сторонними организациями. По итогу рассмотрения дела принято решение, что региональный оператор нарушил положение части первой статьи 10 Федерального закона о защите конкуренции. Это злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке. Теперь Экопронску выдано предписание об устранении правонарушений. Современная тенденция заключается не в том, чтобы наказать хозяйствующий субъект, а в том, чтобы не было противоправного поведения в будущем. Это основная задача. Как раз и выдано предписание. Но что касается привлечения к административной ответственности, то это как бы вторично, но, к сожалению, привлекать, очевидно, придется. Базовый штраф по данному нарушению составляет 650 тысяч рублей. Как заявили в антимонопольной службе, расчет штрафа достаточно сложный. Учитываются как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. От каждого из них сумма будет, соответственно, уменьшаться или расти на 87 с половиной тысяч рублей. И это учитывая, что региональный оператор уже не первый раз попадает в поле зрения УФАС. Тем не менее, решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня принятия.